скорочтение техника которая всегда остается актуальной для студентов во время учебного процесса как правило приходится много читать особенно это касается тех же филологов маляка харула студентка казанского федерального университета не исключение чтобы преодолеть трудности она занялась изучением скорочтения а впоследствии придумала свой курс по скорочтению на татарском когда я занималась на русском и английском в принципе мне это помогало при обучении на татарском но все равно процесс происходит медленнее потому что строение у языков совершенно разное обучаясь в принципе по упражнениям на татарском языке на английском и русском опять-таки начинаешь читать быстрее но все же это опять-таки вот эти языковые особенности которые заменят процесс уже в обратную сторону то есть лучше конечно же обучаться скорочтению на том языке на котором ты планируешь читать почему потому что мозг и так учится чему-то просто необыкновенному еще в детском возрасте примерно в третьем четвертом классе у любого школьника проверяют технику чтения с переходом в среднюю школу внимание этому уделять перестают а зря маляка подчеркивает это самый благоприятный момент для развития навыков скорочтения правильная поза расположение книги и перелистывание страниц все это важно при изучении методики скорочтение кстати позволяет читать быстрее не только тексты но и ноты одна из учениц студентки заметила это в процессе обучения мы эту тему полностью изучили это лингвистические психологические морфологические синтаксические стороны языка то как они влияют на восприятие текста слов отдельных каких-то комбинаций сейчас маляка используя методику скорочтения может читать со скоростью 2000 слов в минуту этому она учит и других причем совершенно бесплатно этим летом она уже набрала группу ребят и у них есть успехи записаться на занятия можно написав ей в соц сетях анастасия бондарева маргарита михайлова александр кузнецов универ ньюс